Имя этой собаки, очень похожей на овчарку, говорит само за себя Найда. Волонтер частного Одинцовского приюта подобрал ее на улице. На щенке был ошейник, но хозяев найти не удалось. Зато совсем скоро потеряшку пристроили в частный дом, откуда Найда сбежала. Второй раз беглянку обнаружили в приюте Чеховского района, откуда она снова вернулась в Одинцово. Сейчас ей чуть больше года. Она полностью здорово, привита и стерилизована. Ее можно содержать в принципе и в квартире, и в частном доме. Найда очень умная собака, но с характером. Ей нужна, конечно, активная семья, которая будет с ней гулять, уделять ей много времени, которая будет действительно ее воспитывать, дрессировать. Сейчас в частном Одинцовском приюте кроме Найды находится около ста собак и примерно 10 кошек. Сотрудники газеты Одинцовская неделя, Алена Патрина и Мария Бахерева, решили познакомиться лично с теми, кому их редакции и небезразличные читатели помогают уже несколько месяцев. На самом деле сердце обливается кровью, глядя на такое количество собак, которые брошены или каким-то образом остались на улице. И мы считаем, что те люди, которые нам помогают собирать корм, это количество людей неравнодушных растет. Спасибо им огромное. В гости к обитателям приюта Алена и Мария приехали не с пустыми руками. С собой они привезли то, что совместными усилиями удалось собрать для животных за последний месяц. Это крупы, сухие корма и консервы. Мы существуем только на пожертвования неравнодушных людей. Любая помощь нам нужна. Даже пусть на первый взгляд кажется, что она маленькая, но если каждый будет помогать по чуть-чуть, то, соответственно, нам будет хорошо. Самое главное, что животным будет хорошо. Благотворительная акция газеты Одинцовской недели будет продолжена. Принести корма для животных из приюта можно в редакцию издания, которая расположена по адресу. Город Одинцово, бульвар Маршала Крылова, дом 3. Обидно только то, что помогают людям, в основном пенсионеры, и люди небольшого достатка, а большие организации как-то эту тему проходят стороной. И мы хотим обратиться ко всем крупным компаниям, если у них есть возможность, чтобы они тоже помогали животным. Животные, которые находятся в частном Одинцовском приюте, будут рады сухим кормам, консервам, гречке, рису, пшену, перловке. Также можно передать гигиенические наполнители для кошек и лекарства. Какие конкретно, лучше уточнить у волонтеров, контакты которых есть в социальных сетях и на сайте приюта. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова